Давайте я представлюсь. Меня зовут Марина. И хотела бы сегодня, конечно, поблагодарить в первую очередь всех новичков, которые пришли, нашли свое драгоценное время. Все-таки время ценно. Также хочу поблагодарить тех, кто присоединился буквально недавно, на дня, вчера, позавчера. Ну и, конечно, хочу поблагодарить старичков, то есть команда, кто уже зашли и с результатами. Отдельно основателей клуба поблагодарю потом. И хотела бы коротко рассказать о своем опыте о смарт-контракте. Значит, со смарт-контрактом я познакомилась 25 августа 2019 года. Очень хорошо помню тот день. Это был вечер, тогда это был проект CryptoHands на смарт-контракте. Все для меня, конечно, новое. И, значит, я люблю очень везде тыкать, где не надо. Вот. Поэтому начала, ну, регистрироваться. Естественно, у меня не получалось. Я тыкала и меня перекинула в чат, где 2000 человек народу. И я пишу, значит, такое слово. У меня не получается регистрироваться. И тут такое, жми на газ. Я такая, опа, думаю, жми на газ. Какой газ? И думаю, сразу в голове, в комфорте бежать или на газ, на педаль, короче, в машине. Вот. Потом тут же, пока я думала, кто-то написал. Выставил сразу бензоколонку. И, типа, ну, лимит газа. Я думаю, блин, вечер, куда я поеду на бензоколонку? Этот, я думала, этот проект с бензоколонкой связан. Думала, может, там какой-то. Вот. Но, слава богу, появился такой хороший человек, Виталик, не Бутерин, конечно, написал мне в личку. И мы с ним прошли регистрацию. Он мне все объяснил. И вот тогда, наверное, я поняла, что такое команда, командный дух. Что такое команда? Это не семь букв в слове. Это действительно вот команда. Неважно, кто в какой ветке. И все друг другу помогают. Это к чему я говорю, что, дорогие новички, если вы сегодня примете решение к нам присоединиться, то, я вас уверяю, без поддержки не останетесь, а уж без результата тем более. Я даже не сомневаюсь. Прошел год, прошел год, да. Ну, вот, как бы я потом отошла от того проекта, все, ну, не разобралась толком, потому что не было человека, кто повел за руку. Вот, прошел год, и вот, буквально 13 дней назад, опять же, вечер, почти ночь, мой наставник Анна, это замечательный человек, золотой человек, благодарна безмерно, она меня, опять же, взяла за руку и довела, и завела в клуб, о котором мы сегодня будем говорить, тоже это Криптолиадерс Клуб. Это основатели, это у нас Олег и Максим, это два замечательных человека, просто, ну, вы дальше с ними познакомитесь. Сейчас передаю слово им, просто послушайте, ну, и, конечно, просьба, уберите ваше, отключите микрофон на время, да, и, ну, видеокамеру, если не хотите, и просто внимательно слушаем, потому что нужно разобраться, и у вас все вопросы, все, 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 отпадет само-самой, а потом вам включим микрофончик, зададите вопросы, ну, а после, как говорится, после презентации все на регистрацию, гоу-гоу-гоу. Спасибо, Марина, ну, все правильно ты рассказала, ну, друзья, про проект я чуть позже расскажу в двух словах про наш клуб. Почему мы его, так сказать, создали, для чего, с какой целью? Все понимают, все когда-то были в каких-то других проектах, и, естественно, я думаю, не всем нравились результаты, которые вы получали в этих проектах. То, там, то, там, какой-нибудь, там, админы, там, особенно вот эти админские проекты, там, инвест-проекты, где, там, деньги сначала залетают, там, на кошелек админу, и он, там, в любой момент, там, набрал, там, определенную сумму, все соскамился, закрыл, там, я думаю, все проходили. Те, которые участвовали в таких подобных проектах, там, смарт-контрактах, ну, не смарт-контрактах, а в матрицах в основном, те понимают, что такое админская касса и как это все, как бы, печально заканчивается. Мы, во-первых, цель была клуба находить такие проекты, которые, ну, максимально безрисковые. Здесь данный проект, Форсаж, в котором мы сейчас участвуем и активно его качаем, это именно такой проект. Здесь нет никакой админской кассы, здесь деньги сразу с кошелька на кошелек этот смарт-контракт перекидывает, ну, между участниками. Если вы, там, в вашей команде появляется человек, он проплачивает, деньги сразу поступают по маркетингу к вам на кошелек. Вы можете сразу его выводить, там, не выводить, копить, там, ждать, когда он вырастет или, там, сразу можно вывести на карту через обменник. Я думаю, кто не знает, мы покажем, у нас все эти уроки есть, плюс у нас команда, она уже такая, что она, там, на любой вопрос может вам ответить, подсказать и помочь в любой ситуации, связанной с проектом и вообще, там, с продвижением, с обучением. Ну, и основная, как бы, фишка нашего проекта, мы именно делимся своими знаниями, опытами. Мы не проводим какие-то курсы, какие-то платные, там, бесплатные, которые, там, рассказываем какую-то воду и какую-то, там, ну, вы понимаете, кто обучался, тот понимает, задают знания, которые не имеют никакого, там, практического применения. Люди платят, там, огромные деньги, ну, ничего, по факту, как бы, приходят для того, чтобы получить, ну, опыт, который позволит им зарабатывать деньги. Естественно, они получают воду, информацию, которая не приносит денег. Здесь сразу мы не даем какую-то воду, мы даем выжимку нашего, ну, наш практический опыт. Мой и Максима, Максим, ну, просто у него колоссальный опыт в построении команд, в сетевом бизнесе, и вообще, ну, он очень хорошо может строить команды, мотивировать, вообще, красавчик в этом плане. Он, можно сказать, лучший в этом деле. У меня большой очень опыт именно в продвижении в интернете. Я, ну, я уже больше, наверное, 10 лет зарабатываю в интернете. У меня уже несколько, там, YouTube-каналов, один даже забанили, там, старый, там, так что опыта очень много. И по соцсетям тоже есть опыт продвижения. Были проекты, которых я, там, качали, там, за несколько месяцев 100 тысяч, ну, 100 тысяч пользователей, заводили проекты, это все, как бы, есть. Этим опытом мы делимся. По сути, вы получаете самые востребованные профессии на данный момент, SMM-менеджера, и именно не просто, там, какую-то корочку, которая не подкреплена знаниями, а вы сразу их применяете и зарабатываете сразу деньги. Плюс, как вы поняли, здесь смарт-контракт, деньги не у админов, деньги не надо ждать, не надо делать какой-то вывод, ждать, когда админ, там, сопрувит, когда он, там, решит вам выплатить. Здесь сразу деньги, все. Вы проделали работу, пригласили людей, вы сразу получили деньги. Это в двух словах. Я не хочу сегодня затягивать это все. Ребята, давайте лучше пообщаемся. Может, кто-то из команды хочет еще сказать, дополнить, потому что, ну, понимаете, как бы, я понимаю, новичков, все то, что я буду говорить, оно будет восприниматься не так, как люди, которые скажут, которые в команде. Ну, результаты, например, команды, мы не будем, там, свой показывать, там, покажем, там, партнеров, сколько они заработают. Так у меня что-то не нажимается, нажимается. Вот, заработок первой линии люди, в принципе, сделали. Мы, как бы, цель у нас была такая, чтобы люди, те, которые сейчас в кризис, они заработали, ну, начали зарабатывать. Ну, вот это кукушки, которые не хотят работать, они хотят на халяву залетать. Есть такие вот несколько человек. Ну, а остальные сделали, у нас была цель, чтобы люди заработали в нашей команде. Не мы заработали только на, как бы, на них, а чтобы они заработали, там, больше той зарплаты, которую они зарабатывают, там, в реальной жизни, в оффлайне. Ребята, давайте вопросы, или наши лидеры, или, там, наши участники, наша команда. Давайте, друзья, может, вы там что-нибудь добавите. Я, вроде бы, как бы, основное рассказал. Давайте теперь вопросы задавайте, друзья. Вопросы. Можете написать, не обязательно. Включайте микрофоны, друзья, и кто там, у кого какие-то вопросы есть, задавайте. Или пишите в чат. Марина, у твоих людей есть вопросы? Может, они тебя задавали, может, ты озвучишь. Олег, ну, они вообще, вообще некоторые пришли, они просто даже не знакомы с этим проектом. А, надо по проекту рассказать. Я вообще, честно говоря, я вообще ничего не знаю, да, поэтому я хотела бы попросить, я понимаю, что, может быть, кому-то это неинтересно. Кто-то уже слишком много знает, да. Но мне бы хотелось, я вообще визуал, да, сама по жизни. Мне вот нужно, чтобы я понимала. Вот я в данный момент пока ничего не понимаю, да. Ну, хорошо. Нет, я понимаю, все классно, да, зарабатывают. Дальше. Все, я понял, продолжаем, продлеваем. Ну, если можно, пожалуйста. Да, конечно, да. Я тоже хочу. Я тоже хочу. А вы не стесняйтесь, задавайте вопросы, а то потом будем друг у друга спрашивать и Марину дергать. Да, ребята, на самом деле, да, не бойтесь. Можно я скажу? Да, можно. Да, меня зовут Лейла, вот мне вот, я смотрю на экран, и я вижу, что вы пригласили 12 человек, да? Да, да, сейчас открою подробно. Ну, я вижу, вот 12 человек. Ну, здесь вот эти вот люди, они зашли по нашему ID, ну, это не в команде, это вот те, которые не хотят работать. Это кукушки так называемые, которые проплатились и ждут перелива, получили переливы, и дальше они не развиваются, все. Ждут следующие переливы. Тут даже переливы есть. Нет, ну, вот ваш результат, да? Вы пригласили 12 человек, как здесь показывает, правильно? Да, все верно показывает. 12 человек, и вы получили вот эту сумму, 444 тысячи, правильно? Да, да. Да, и вот с этой суммой вы можете ее вывести, или вы можете ее оставить, или как? Ну, смотрите, как бы, да, она не на сайте, вот именно, как в большинстве проектов, вот эта сумма, она сразу на кошелек не приходит, эфиры. Я думаю, что надо просто сразу с маркетинга начать, и тогда все, все... Олег, давай мы же это, по маркетингу я пройдусь тогда, если непонятно. Да, конечно. Ты как, нормально себя чувствуешь? Да, нормально, да. Ребят, привет всем еще раз. Давайте сейчас расскажу про маркетинг, и расскажу про непосредственно сам проект. То есть, чтобы вы понимали, где, откуда здесь приходят деньги, и как получается такой заработок. Смотрите, здесь в проекте Форсаж существует два вида матриц. То есть, Форсаж Х3, это где у вас, получается, под вами три человека, и Форсаж Х4 под вами шесть человек. Соответственно, мы здесь сразу можем сделать вывод, что в матрице по Х3 закрывают вас только лично приглашенные люди. По Х4 немножко разберемся позже. То есть, как это действует? Есть 12 площадок в Х3. Каждая площадка, она в два раза больше, чем предыдущая. Соответственно, номинал площадки, он полностью определяет ту сумму заработанных эфиров, которые приходят вам напрямую на кошелек, и вы можете ориентироваться непосредственно, сколько людей нужно для того, чтобы получить ту или иную выплату. Я повторюсь еще раз. То есть, чтобы вы понимали, нет прокладки, где есть партнер. Далее проект, то есть админский кошелек, и чтобы вывести из этого проекта деньги, необходимо подать запрос. Здесь такого нет. Вы, когда к вам присоединяется партнер, сразу напрямую получаете ту сумму эфиров, на которую заходит ваш партнер. То есть, понимание админский проект здесь просто не существует, поэтому в нынешнее время, как бы, смарт-контракты, они для понимающих людей, которые строят свои команды на долгосрок именно, пользуются большим успехом, потому что никто не может больше контролировать, после заливки вот этих алгоритмов в сеть, никто не может контролировать процесс распределения денег. Соответственно, давайте сейчас перейдем сразу к матрицам и покажу вам, как получается ваш доход. То есть, когда вы заходите на платформу, тут нету также понятия регистрация, вы, когда заходите на платформу, вы сразу проплачиваете со своего кошелька, то есть, ваш кошелек является ключом, доступом к смарт-контракту и к сайту, так как они синхронизируются, вы проплачиваете сумму в 0.05 эфира. За эти 0.05 эфира вам открываются сразу первые столы в матрице X3 на 0.025 и в X4. Соответственно, как это работает? В матрице X3 под вами три человека. Когда становится к вам первый человек, вы получаете 100% номинала той площадки, на которую вы зашли. Когда становится второй человек, вы точно так же 100% прибыли получаете. И третий человек, то есть, открывает вам такую же новую реинвестную площадку и дает возможность неограниченное количество раз закрывать эти площадки и получать доход. То есть, третья выплата, она уходит наверх вашему аплайну и открывает перед вами возможность непосредственно реинвеста. Отсюда мы делаем такой вывод, что здесь выплаты идут 100% в сеть и нет никаких накопительных площадок, нет, соответственно, каких-то лишних там посторонних затрат на какие-нибудь сервисы и так далее. Вот сам сайт, чтобы вы понимали, это просто такая оболочка в визуализации, где вы можете видеть все это. Даже если, допустим, сайт не будет работать, смарт-контракт, он будет работать. И было даже такое время, мы на старте там одного смарт-контракта работали непосредственно через кошельки. Соответственно, здесь в X3 у нас три человека. Запоминаем, первые два человека, с первого человека 100% прибыли, со второго человека 100% прибыли, и третий человек уходит выплата наверх, у вас открывается реинвестная площадка. Какое есть преимущество здесь? То есть здесь, чтобы вы понимали, можно двигаться даже с одним активным партнером. То есть как это работает? Вы подписали человека, который непосредственно принимает активное участие, постоянно развивает свою структуру, выстраивает сеть. И этот человек, когда, допустим, закрывает под собой три места, он закрывает вам следующую ногу. И так постоянно он может, закрыв под собой вот эти три места, перемещаться у вас по ногам и делать вам выплаты. Соответственно, понимаем, что один активный человек может принести вам хороший чек. Олег, давай покажем там аккаунт, где я вот один человек, всего лишь приглашенный, как это все выглядит. Нет, не этот. 100, да, 89. Вот, смотрите, здесь мы видим, что в кабинете у человека один лично приглашенный партнер, чек 3816 баксов. И, соответственно, понимаем, как это все работает. То есть один человек, он неоднократно закрывает любую из матриц, независимо там в X3 либо в X4. Ребят, давайте вот здесь сделаем небольшую паузу. То есть по X3 задайте вопросы, если что-то непонятно, и потом пойдем дальше разбираться с X4. Ребят, давайте нас... Да, в чате вопросы есть. Пока все понятно. Не знаю. От Павлова Ирины, смартов сейчас много. Чем ваш принципиально отличается от других? То есть перед вами вот этот проект, смарт-контракт «Форсаж», это, в принципе, единственный и первый смарт-контракт, который взял себе в маркетинге матричную основу. Соответственно, если мы вспомним там CryptoHands, SmartEx и так далее, то там идет либо бинар, либо тренар. Какая у нас... Какая основная боль у людей, которые работают либо в бинаре, либо в тренаре? То есть поначалу это все строится быстро, весело, задорно, но когда вы уходите в шестой, седьмой уровень, когда это все постоянно умножается либо на три, если это тренар, либо на два, то перед вами просто такая невыполнимая становится задача закрыть юбку ниже стоящих партнеров. Потому что зачастую мы понимаем, что не каждый партнер, который заходит в сеть, он, во-первых, будет активно ее продвигать, ну а место он уже занял. Соответственно, ему необходимо ставить, под него ставить людей для того, чтобы вы двигались по уровням. То есть основная боль также была там, что необходимо постоянно теребить партнеров и говорить, открывай, повышай уровень, открывай новые площадки для того, чтобы вы получили выплату. Здесь такого нет. Соответственно, если вы привели партнера, он не работает, да ради бога, у вас неограниченное количество людей может быть в первой линии. Открыли новую ветку и работаете с теми людьми, которые требуют к себе внимания, потому что они непосредственно активны, хотят вникать и продвигать все это. Это самое основное такое отличие, чтобы вы понимали. Соответственно, здесь проект назван «Форсаж», потому что очень все быстро и динамично происходит. Плюс мы с командой работаем по стратегии, которая изначально уже позволяет с маленьким количеством людей, я думаю, вы видели, вот кабинет, до этого кабинет, двигаться по уровням и получать хорошие чеки. То есть за счет стратегии мы, грубо говоря, убрали недостаток матрицы, когда нужно плюс 100-500 человек для того, чтобы выйти на внушительный чек. Поэтому как бы на данный момент это вот самый такой основной смарт-контракт, который позволяет действительно именно зарабатывать и иметь уже живые какие-то деньги в кошельке. Они не так, когда перед вами большое количество там уровней, и вы, в принципе, видите вот этот доход, который нарисован только на картинке и понимаете, что вы его не заберете из-за того, что просто огромная юбка получается к низу. Друзья, извини, Макс, перебьюсь. вот тоже, да, продар, это сервис, который именно рейтинг проекта вот на эфире, форсаж проект, он занимает второе место, это международный рейтинг. Ну и так, также мы можем увидеть статистику непосредственно в собом кабинете, Олег, подними чуть выше, то есть сколько людей всего за три месяца появления этого смарт-контракта зашло, 230 тысяч человек, за сутки 6 тысяч человек присоединились и заработали уже люди более 2 миллиардов 642 миллионов рублей, я думаю, то есть это внушительная сумма, которая не может похвастаться, там никакой на данный момент даже топовый смарт-контракт либо другой проект, если мы берем там матрицы и так далее, где нужно необходимо активно продвигать и строить структуру. Давайте в чате больше смотрю, вопросов нет, пойдемте по площадке X4 расскажу, как здесь все происходит, то есть здесь она более такая гибкая, более интересная площадка, сейчас объясню почему, то есть под вами здесь находится 6 человек, когда к вам становится первый человек в первую линию и второй человек, эти выплаты уходят наверх вашему оплайну, потому что, опять повторюсь, только данный маркетинг план позволяет непосредственно выплачивать 100% в сеть, а когда с вам становится третий человек, вы получаете опять же по номиналу площадку 100% прибыли, с четвертого человека точно так же, с пятого человека тоже прибыль уходит к вам, и с третьего человека вы уходите на реинвест, открывается точно такая же площадка, выплата уходит наверх вашему оплайну, но если мы говорили про X3, говорили про то, что там вас двигают только ваши личники, здесь есть такая фишка, как переливы, то есть это приятный такой дополнительный бонус, который вы можете получить за счет того, что вы строите структуру, переливы бывают трех видов, то есть видим, что есть у нас синенькие кружочки вот на площадке, то есть это пришел перелив снизу от ниже стоящих партнеров, также есть перелив сверху, он отмечен сереньким цветом и таким темно-розовым отвечен кружочек, который говорит о том, что партнер обогнавший своего вышестоящего, то есть как это получается, к вам заходит партнер на определенное количество площадок, допустим, он зашел на три площадки, он не пошел по стратегии, под ним заходит человек на стратегию и, соответственно, проплачивает не три площадки, допустим, а шесть площадок и человек получает пригласивший его только за те площадки, которые открыты у него, те площадки, которые у него не открыты, их получает, за них получает выплату вышестоящий человек, который прокупил все эти площадки, соответственно, если наверху нет этого человека, эта выплата направляется и ищет того человека наверху, которого открыты данные площадки. Здесь мы убрали полностью вот эту вот эту критическую, грубо говоря, особенность, потому что сама работа по стратегии, она, во-первых, требует очень хорошей дубликации партнеров, то есть необходимо ничего не выдумывать, просто брать и выполнять, потому что это показывает хорошие результаты. И, соответственно, все партнеры, которые заходят снизу, они просто теоретически не смогут вас обогнать, если вы придерживаетесь четко данной стратегии. Поэтому вот этих кружочков, в принципе, я думаю, не будет ни у кого. Если под вами зашли адекватные люди, которые действительно понимают, что не нужно изобретать велосипед, нужно брать и именно делать то, что уже работает. Ребят, давайте по X4 задайте вопросы, включите микрофон и пообщаемся. Ничего не понимаю. Ну давайте еще раз, вы задайте, давайте еще раз разжуем. Я залетала, когда заходила я, я сказала, так, все, я захожу, я буду разбираться в процессе. И вот разбираюсь в процессе до сих пор. Да, как бы, ну, на первый взгляд, если вы как бы не работали с матрицами, не работали со смарт-контрактами, это действительно вот новая информация, которая требует того, чтобы ее применили на практике. Здесь я просто, ребят, предлагаю, вы сами видите наглядно количество заработанных эфиров, сумму, которая есть в кабинете, видите, что живую команду, которая действительно может поделиться результатами. То есть, чтобы вы понимали, что дает вам непосредственно клуб. У нас есть люди, которые с нуля зашли и заработали. Вот человек, у нас есть бывший сварщик, бывший строитель, который заработал за 10 дней, получается, две свои зарплаты. То есть, у него там чек 50 тысяч рублей. Есть люди тоже, которые абсолютно с нуля, не знаю, что такое, даже сетевой заходят и делают там от 300 баксов за неделю. Мы здесь построили непосредственно такую систему продвижения, где человек сам выбирает, что он хочет развивать. Он хочет развивать там ВКонтакте, он в соцсети, он хочет развиваться непосредственно через какие-то рекламные каналы, он хочет развиваться просто работая на земле. То есть, мы адаптировали все это. Если вы искали какую-то системность в плане обучения и в плане подхода непосредственно к самому проекту, то я хочу сказать, что вы ее нашли. Поэтому вам, как бы, какие основные боли лидеров и так далее, что не все люди, которые заходят, включаются, во-первых, и нету какой-то системы обучения. Соответственно, я не буду говорить, что у нас тут прям все, кто зашел, он включился и работает на 100%. Но количество людей, именно конверсия, если брать обычную команду и брать наш клуб, у нас гораздо выше. Поэтому все, что необходимо вам, это сейчас убедиться, зайти, убедиться и рассказать своим людям о том, что есть вот такой замечательный проект, есть вот такая команда. То есть, мы ничего не скрываем, все результаты налицо. По обучению, я думаю, если как бы сейчас может даже высказаться там наша команда и в поддержку моим словам рассказать, у кого как что получается. Ребят, если хотите, даю вам слово, можете вот на видео ваших рассказать, как все проходило, какие чеки вы заработали и, в принципе, как все устроено внутри команды. Потому что, ну, Zoom — это только вот информация. На самом деле, никто лучше из, ну, никто лучше участников не расскажет все, как происходит изнутри. Скажите, пожалуйста. Раиса Тимофеевна беспокоит. Вот вы говорите, входим-входим. С какой суммы входим? Что мы делаем? Вот это я не слышала ничего. Вы говорите 0,05, ой, 0,5, да? А это что значит? Вот 0,05. Да-да, сейчас я объясню. Смотрите, то есть 0,05 мы здесь работаем не с фиатом, то есть здесь нет долларов, рублей и так далее. Мы работаем с криптовалютой, во-первых, что позволяет полностью анонимно вести вот данный заработок, потому что никто там не видит, не отслеживает ее, и налогово, и так далее. Мы работаем в криптовалюте Эфириум. Криптовалюта Эфириум — это вторая по популярности и долгосроку валюта после биткоина. Соответственно, какое есть у нас здесь преимущество? Мы работаем на этой криптовалюте, и мы также получаем свой профит, то есть с роста курса, потому что на данный момент эта криптовалюта считается топовой за счет того, что в ней можно создавать вот такие вот замечательные проекты. То есть если говорить про сумму входа, в Эфире она составляет 0,85, в долларах сейчас это порядка... Сколько, ребят, кто сегодня смотрел курс? Ну, грубо 70. Нет, не 70, это около 200 долларов сейчас. Это около 200 долларов, да, то есть... А, 0, поняла. Ну, минимальный вход... Курс 240, по-моему, сейчас Эфира. Да, 240. Минимальный вход здесь с 10 баксов, если говорить, вот переводить именно в ФИАТ. Мы работаем по стратегии с 200 баксов. Работаем, то есть прокупаем сразу все площадки, и когда вы заходите, то есть выстраиваете себе одного человека вниз, то ваш спонсор в виде бонуса также вам дарит площадку на 0,8 Эфиров. То есть он вам дарит площадку за 200 баксов. А это, наоборот, на мое. Конечно, понятно. Нет, это не скользко. Ребята, 5 минут осталось. Микрофон, пожалуйста. Ну, у меня сейчас страшно. Ничего страшного, руки помоешь. Так, микрофон выключите, пожалуйста. Я хочу сказать, что я недавно только зашла, да, на проект и подписала одного парня, вот он проплатился, да, и я получила обратно эти деньги назад. И я считаю, что это здорово. А вы вошли на 200 долларов, да? Да, я зашла на 200 долларов, ну, как по стратегии. И за мной Сережа зашел, один парнишка, он сейчас только разбирается, но он решил тоже, и он проплатил. Я считаю, что деньги пришли мне на кошелек, и мне остается как бы приглашать дальше и зарабатывать. Так что, ну, еще это не все. Я хочу сказать, что для меня это первая команда, столько поддержки, столько, когда бы вы не спросили, вас всегда учат, рассказывают, поддерживают. Ну, в общем, я очень рада, что я вступила в эту команду. И я хочу сказать, отдельно Мариня, она просто умница. Это огонь, и она, ну, вообще, я просто рада, что я здесь. Хорошо, можно такой вопрос, пожалуйста, прямо одну секунду. Максим, смотрите, Наталья, меня зовут, Голдовская? Да, очень приятно. Там видно, наверное, написано. Да, да, я вижу, конечно. Ага, да, смотрите, такой вопрос. Где брать людей? Например, я свой теплый круг не могу пригласить на данный момент сюда, потому что, естественно, мне скажут, вначале ты сама давай там результаты нам покажи, а потом мы пойдем за тобой. Да, поработай девушку. Ну, смотрите, Наталья, то есть я уверен, что здесь вот кто присутствует из команды, то есть никто не, ну, у них нету людей просто из теплого круга друзей, знакомых на земле, потому что мы по максимуму работаем непосредственно через интернет. То есть на данный момент какими способами привлечения людей пользуемся мы? У нас есть, грубо говоря, свой обучающий канал, в котором четко прописано, то есть какие действия необходимо выполнять. Вы просто, когда заходите в команду, вы принимаете для себя решения. То есть вы хотите работать с людьми, вот, допустим, по Zoom, вот как делаю это я, мы вот так же обучаем на спикеров. Вы хотите работать с людьми по телефону, там, обучать навыкам переговоров. Вы хотите просто распространять свой командный лендинг с вашими контактами для того, чтобы люди заходили заинтересовываясь. Либо вы хотите там работать через телеграм-канал, соответственно, делаете себе группу, либо телеграм-канал, и у нас у каждой ветки есть свой гостевой чат, где они вот учатся применять вот эти навыки. И они льют трафик на этот гостевой чат. Соответственно, работа в чатах. Либо вы хотите там вести свой ВК, прокачивать свой личный бренд. То есть проблем непосредственно с привлечением нет таких у тех людей, которые выбрали свою нишу в плане того, как они хотят развиваться. Через переговоры, через соцсети, через телеграм-канал, либо продвигать непосредственно себя как спикера. Вот у нас есть ребята, как я уже говорил. Поэтому вы просто определяетесь и начинаете прокачивать свое направление. То есть здесь нет такого, что вы зашли, вас отпустили, и вы сидите, как многие там бывают в шоке люди, и думаете, что делать дальше. Есть обучающий канал, есть лидеры, которые непосредственно будут вас по каждому направлению сопровождать. Мы хотим возродить старое забытое понятие непосредственно в нашем клубе, в нашей команде. Это когда должен быть действительно пассив сетевом. Пассив достигается за счет чего? Ну то есть, как всегда говорят, пригласить двух человек, они сделать должны то же самое. Как бы на словах это звучит хорошо, но по факту не всегда так получается. Но мы к этому стремимся. И я говорю, что у нас действительно высокая конверсия непосредственно вовлеченности в работу, потому что у нас есть вот эта системность, которую мы даем для своих людей. Ребята, меньше минуты, сейчас перезапустим тогда. и уже продолжим. Да, потому что вот это вот. Закончится, да. А, перезайти надо будет, да? Да. Да, да, да. Мы что, Zoom еще не забыли проплатить, поэтому, кстати, Олег, надо проплатить. Ну, я думаю, в принципе, все понятно. Или еще есть вопросы? Ребята, если есть вопросы. Давайте еще пообщаемся, не проблема. Мы сейчас, давайте тогда выходим, пересоздадим, а ваши пригласители получат вам ссылку. Окей. Все, спасибо. Давайте, ребят, сейчас сделаем. Выбираешь себе, что ты хочешь, и погнали. Да. Вот насчет лендинга хотелось спросить. Потому что я как бы вообще новичок, я офлайнерский работник полностью, причем с мозгами, да, я имею в виду вот всю жизнь офлайн, я привыкла в визуал, мне надо все вот это вот, я продажник, вот. Мы с вами коллеги тогда, получается. Да, я всю жизнь в туризме, добро пожаловать. Вот уже скрытая реклама промелькнулась. Сейчас инкрузер, да, или как-то будет реклама. Вы заметили, вы заметили, да? Я так тихонько. Круто, классно, приятно. Прям в начале лета на зуме, хорошо. Да, да, да. Вот. Конечно, мне бы, например, хотелось быть бы спикером. Я, например, не хочу. Контакты, они мне за 19 лет уже попрек горло сидят. Я терпеть не могу. Инстаграм вообще ненавижу. И вот это вот рассылки какие-то, посты постоянно. Посылаешь, посылаешь. Меня интересует воронка. Я, может, неправильно выражусь. Она отдачу дает, потому что, вот, например, вот я все плачу, плачу, плачу всегда за рекламу. И у меня получается как-то постоянно выброшенные деньги. То за воронку, то за лендинг, то еще что-нибудь слетит, то еще что-нибудь слетит. В общем, короче, вот постоянно в каком-то коматозе находишься. Ну, смотрите, то есть какое у меня здесь мнение? Я могу смотреть. То есть реклама, она всегда требует большого затрата непосредственно самого рекламного бюджета. То есть там, помимо того, чтобы ее просто запустить и сидеть получать, каждый человек должен понимать, что это такой инструмент, что сегодня заходит одно, завтра другое. Вы должны уметь анализировать эту рекламу. То есть где было больше просмотров, по какой рассылке и так далее. Не скажу, что это быстрый метод, потому что это только быстрый метод, вот допустим, для людей, которые постоянно этим работают и имеют большую подписную базу. То есть почему, когда люди вот заходят на автоматизацию и говорят, слушай, блин, вот есть маркетолог, который качает там, зарабатывает 100 тысяч рублей за день, запустил просто в свою автоворонку. Люди приходят к нему в команду, настраивают ее, запускают и не получают этих результатов. То есть здесь необходим либо большой рекламный бюджет, чтобы как можно большее количество людей ее увидело, либо уже готовая подписная база. Ну, то есть если вы давно работаете в продажах, вы сами понимаете, что такое ключевые теплые клиенты и что такое холодная база. Соответственно, здесь рейтинг доверия и так сказать можно, чтобы примелькались вы, необходим, поэтому затраты по бюджету они будут. Я предлагаю, в принципе, как бы совмещать все необходимые вот эти инструменты, потому что, ну, сегодня с одного ресурса человек зайдет, завтра с другого. И помимо того, пока вы обучаетесь, вот если вы сильны непосредственно в оффлайне, там, в продажах, в переговорах, то вы обучаетесь одному, используете и используете параллельно тот навык, который у вас уже отточен для того, чтобы вы видели деньги. Обучаться как бы можно постоянно, но практика, она, сами понимаете, вот выводит непосредственно человека на результат. Понятно. Ну, опять, друзья, поймите, у нас как бы изначально, ну, вот хронологию, сейчас я расскажу, как у нас все начиналось, как оно развивается. Мы никогда не делали упор на платную рекламу, там, чтобы вы покупали, там, какие-то, там, рекламные, там, посты, там, и все такое. У нас изначально мы работали, вот люди, которые заходили в самом начале, у нас был свой чат, который мы, там, со своих YouTube-каналов, Telegram-каналов, других, там, каналов, мы сами приводили туда людей, и большинство людей, которые, там, ну, построили себе команды, там, они брали людей с этого чата и сейчас берут. Дальше мы сделали так, что сделали еще, разделили эти чаты, ну, создали еще, там, старых наши чаты, там, тоже распределили между лидерами, и теперь практически у каждого лидера есть свой чат, изначально там люди, и куда уже они могут сами, так же точно там они работают, они приглашают людей, но остался и тот же самый чат, который изначально мы общий был для всей команды, можете там работать. Ну, естественно, чем больше людей, тем меньше, естественно, конверсии. Поэтому здесь уже нету такого упора, что, там, вот, покупайте только рекламу, и у нас, наверное, 90% методов мы рассказываем, это бесплатные. Кто хочет, там, в соцсетях развиваться, пожалуйста, кто хочет, там, свой YouTube-канал развиваться, у нас есть обучение, кто хочет покупать, там, рекламу, покупайте, кто хочет работать чисто в чате, там, где, там, мы привлекаем людей туда постоянно, работайте так. Кто хочет по своему теплому, там, кругу, там, ближним, там, работайте, это, ну, как бы, ну, мы делимся своим опытом, а вы уже выбирайте, что вам ближе, там, и что у вас лучше получается. Это так, ну, такая у нас стратегия. Я вот от себя еще хочу сказать, вот, когда, в ту ночь, да, когда я разговаривала со своим наставником, и я говорю, Ань, ну, ты же знаешь, что я уже сейчас не могу, ну, как бы, идти, вот, ну, как бы, тащить команду, и все такое, ну, обожглись, и все такое. Я говорю, нужен, нужен холодный круг, вот, где я буду искать, она говорит, у тебя времени просто не будет от людей, я не поверила, но сейчас я заявляю, у меня просто не хватает времени, вот, в данный момент, ни на семью, ни на себя, ни на, ну, ни на дом, ни на чем, просто, это шквал какой-то, вот, в личке, это вообще, причем пишут сами. Так что я вам хочу сказать, что у вас людей, вот, ну, кто думает, что он не найдет людей, я вам просто, ну, вот, гарантию даю, что у вас просто отбоя не будет, вот так, как мы работаем. И опять же повторюсь, что слово команда, это не семь букв, а это действительно вот здесь, это вот присутствует, причем, неважно, где ты под кем, в какой ветке, это просто, ну, я не знаю, вот, ну, вы потом в процессе все это увидите, так что даже не думайте, залетайте, и потом будете уже разбираться. Понятно. Тоже хочу присоединиться к тому, что сказала Марина, у многих из нас не было людей, ходили по разным проектам, пытались свой теплый друг какой-то подключить, да, там, знакомых, друзей, ничего не получалось, и я тоже сюда заходить не хотела, пока вот мне моя Эля не позвонила, я не сказала, смотри, есть крутой проект, я говорю, да нет у меня людей, ну, нету. Она говорит, заходи, все, я зашла, и у меня все есть, я тоже очень рада, что я сюда попала, разбиралась с маркетингом уже после того, как я сюда зашла, потому что первое, что меня привлекло, что 100% идет в сеть, 100% с каждого в первой линии, да, вот до реинвестного стола, то есть такого маркетинга я еще не встречала. Это вот я говорю о своем опыте, о том, что у меня было, потому что ранее, которые, проекты, которые у меня были, они не зашли, ни мне, ни вообще, то есть я пришла сюда без команды. А вы сколько уже находитесь здесь? Неделю. Спасибо. А заработок какой? 600 долларов на сегодняшний день. Отлично. Ну, мы тоже самые, в принципе, я говорю, что, ну, как бы, я вот лично Марине доверяю, да, спасибо огромное, Маришка. Но я говорю, что мы вообще одни, абсолютно брошенные, метаемся туда-сюда, там деньги оставили, там деньги оставили, там вложили, причем это немалые были деньги, которые вложены. Это, ну, получить в месяц 200 долларов, это, как бы, ну, смешно. Поэтому я сама позвонила Марине, сказала, помогай, ради бога, все, душусь. Я к тому, что вот здесь вы можете быть уверены, что если вы зайдете, то есть мы, ну, как сейчас любят делать, то есть там на предстарте там ухватил, там перебегают постоянно. Нет, то есть нету сосредоточенности на каком-то одном проекте, соответственно, расфокусировка, разваливается команда и результатов достойных нет. То есть мы здесь пришли надолго именно зарабатывать, потому что, ну, что сейчас еще нужно? Безрисковый проект, офигенная стратегия и команда единомышленников. То есть все, что нужно, оно здесь присутствует. Конечно, это не проект для пассивных людей, это не проект, который, там, будет вам давать какие-то проценты. Это проект, непосредственно, от которого результат зависит только от вас. Поэтому вот так. Да, вот Олег, кстати, включил кабинет человека, который показал нам эту стратегию. То есть мы мониторили постоянно его, смотрели, действительно, это все так и работает. И вот приняли решение. То есть он за полтора месяца, ну, где-то месяц, две недели заработал 114 тысяч баксов. При 14 всего личников. И мы также просматривали все. У него рабочий человек всего лишь один. Поэтому здесь именно все возможно. Мы готовы работать. Вы не представляете, сколько потенциалов. Как готовы еще, да, Наташа? Да, да. Просто всегда обидно то, что, когда начинаешь на предстарте, да, обещание, обещание, обещание. А когда ты потом залетаешь и начинаешь избираться в маркетинге, это не так, это обманули, это не договорили. И ты людей приглашать начинаешь, а потом, как с ними, когда ты понимаешь, что ты начинаешь увиливаться, брать, что-то придумывать. Ну, это вообще жесть. Ну, на таких вариантах... Большинство так и работает, да, вот они считают, что тактически вырвать кусочек там и пойти в новый проект. Это просто уже. Ну, да. Поэтому вот я говорю, что уже как бы вот хочется к одному берегу какому-то хорошему пристать. Потому что как бы не сетевики, да, пробую, ничего сказать не могу. Ну, вот уже на данный момент четыре проекта, которые, казалось бы, должны были быть и успешными и так далее и тому подобное. Но прям вот, ну, нет. Это выброшенные... Не видимо это, да, Наталья? Просто выброшенные деньги. Я здесь хочу сказать, что, наверное, презентация презентации, но за меня скажет вот моя команда. То есть вы, если есть в гостевом чате, можете поинтересоваться у наших ребят, у любого человека, как все проходит. Я вчера полночи смотрела Олега, скажу честно. Приятно слышать. Наталья женщина. Вы знаете, я хотела тоже сказать, вот вы взяли на Zoom, не пригласили вот гостевой чат, нужно было туда кинуть вот эту ссылку, чтобы люди, многие, они сидят все равно там, вы бы могли пригласить их всех. И они бы... Там залетают тролли, мы уже пробовали. Уже был такой опыт горький, да. И просто потом порнуха, извиняюсь за выражение, начиналась. Лучше не надо, это точно. Да, да, да. Мы им запись выкинем. Ну, запись с записью, а интересно все равно вот зайти именно... Поэтому у нас идет, во-первых, у нас идет естественный отбор, потому что мы как просеиваем сито, потому что не все люди зайдут на эту сумму, а нам всех и не надо. Нам нужны нормальные, адекватные, которые будут двигаться по стратегии. Во-первых, сумма не, скажу, что она огромная и не маленькая, но она нормальная, средняя, да. И я хочу сказать, что... Средний чек, да. Да, и результат, конечно, здесь есть. Поэтому, если в чат залетают, бывает, что такое, вот вчера девочка зашла, слава богу, что я уже немножко, как бы уже кручусь вот в этой, да, атмосфере. Я вчера вместе с Ириной вышла, мы с ней полтора часа, я ей показала полностью кабинет, все показала, и человек просто сказал, хорошо, мы договорились на завтра на Zoom. Хорошо, что я ее не ждала, и вот ты, как раз ты, Наташа, там еще люди. Мы это вырулили на сегодня, потому что тут же она... Я сегодня ей пишу, смотри, есть возможность сегодня прийти, она пишет, ой, у меня поменялись планы. Я говорю, Лика, напиши, пожалуйста, тебе не подходит, так и напиши. Ничего такого нету, я иду дальше, я не буду бегать за людьми, понимаешь? Нам не нужны все, Наташ. Все. Я как раз за то, что не должно быть случайных людей. Я именно за то, что должна быть сплочена хорошая команда. Я уже устала от случайных людей. Да, вот к этому идем, понимаешь? Вот это у нас здесь... Ну и всех нафиг, пусть они уходят дальше, идут. Поэтому я тебе сразу говорю, людей у тебя отбоя не будет, я тебе гарантирован. Но какие люди будут, это уже, конечно, потом ты будешь сама их просеивать. Ну это понятно, естественно, конечно. Хорошо, есть еще у кого-то вопросики? Давайте, не стесняйтесь. Мы все живые люди, все выходцы из народа, как говорится, из земли. Туда и уйдем. Семагин, не молчите. Я могу сказать-то пока, я еще не расскажу. Можно сказать? Подожди, пока я должен в тумане, что я буду говорить? Конечно, что это? Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Сергей. А, извините. Сегодня, получается, Ляйла за меня рассказывала, потому что она зарегистрировала меня. Я активировал полностью все площадки, получается. Ну не все, а вот до пятой. И у меня такой вопрос. Вот сегодняшнее видео, получается, Zoom. Где его можно будет взять и когда? Сегодня, завтра. Сергей, а вы находитесь у нас в рабочем чате? Да. А там в обучающем канале тоже, да, находитесь? Да. Там, смотрите, есть запись Zoom тоже по маркетингу. То есть, если вам срочно прям зайдите в него, в обучающий канал и возьмите прошлую запись. Хорошо, спасибо. Ну, сегодняшнюю я постараюсь обработать по времени, посмотрим. У нас тут просто несколько встреч. Да, Олег, вырежи там, чего не надо. Вот это же, да, вот это вот вырежи, потом скомпили, но время занимает. Это как бы даже просто выбирать, сидеть. Это еще раз прослушать, ну, буквально два раза по 40 минут. Как бы, я не обещаю сегодня. Но завтра, скорее всего, будет. Спасибо за ответ. Да, у нас, Олег, у нас, конечно, вообще. Я показала Олега тоже своему сыну, он у меня будущий ютубер, все, он там, ютуб, у него все, у него тоже уже свои подписчики. Я когда ему показала, говорю, вот на кого равняться надо. И он сказал, что я его обгоню. Я говорю, молодец, супер. Мы тоже, кстати, Наташа тоже сын, да. Ребята, я раскрою секрет. Мы хотим, чтобы вы прошли все эти ступени, все обучения наши. В конце вы все станете ютуберами, все научитесь и снимать, и как бы монтировать, и получать трафик. Так у вас вот именно не будет, вы не будете искать людей, вам люди сами будут писать в личку, вот как нам с Максом, там, ну, вы будете, именно вам и админы будут писать, и люди, которые будут хотеть, как бы, с вами в команде находиться. Мы обучаем, я не скажу, что это быстро будет, мы поэтапно, там, ну, не хватает просто времени, планов очень много. Ну, и многое мы уже реализовали, те люди, которые знают, ну, буквально за несколько недель мы тут и спикеров обучили, и по, там, ну, базовой, хотя бы. Я бы дали знания по соцсетям, и люди довольны, и они получают результаты. Дальше будет больше, естественно, как бы практическая информация, и будете все получать. Вот, могу добавить, да, кстати? Да, да. Думаю, мы сейчас каждый в своей команде проводим сами. Никогда я вообще не думала, что мы вообще будем проводить какой-либо Zoom, что-либо объяснять, привыкла, что объяснять тот другой. Здесь появилась такая возможность построить свою команду и проводить именно самим Zoom, и никогда, и уже не обращаться по этому поводу к своим спикерам, да, то есть к лидерам, которые нас сейчас завели непосредственно. Также учим сейчас людей разбираться именно ВКонтакте. Они открывают для себя что-то новое, создают странички, им это интересно. Им это интересно, и это в первую очередь тот же самый визуал, когда человек, который проходит по какой-то ссылке, по какой-то рекламе, да, видит вашу страницу и понимает, кому он будет писать, и что вы вообще из себя представляете. Поэтому вот этому всему здесь обучают. Ну это я уже поняла. Но я люблю Zoom. Наташа, у тебя все получится, вот увидишь. Я не сомневаюсь, тем более с вами однозначно. Вы знаете, ребят, можно скажу? Наталья Остапенко, хочу сказать два слова. Мы здесь, мне кажется, собираются, да, сливки со всех MLM-компаний. Потому что на самом деле, вот на сегодняшний день наша компания новая, вот эта, которая действительно вот сливки собрала, которые набили уже много-много шишек, много потеряли. У нас очень много опыта уже. И мы сейчас не цепляемся за каждого-каждого с улицы человека. Мы настолько сами уже через сито просеялись, да, и просеиваем также людей, которых мы хотим видеть у себя в команде, а на которых просто не стоит тратить время. Ну, как бы так, это мое видение. Я не знаю, может быть, я не права. Очень даже права. Нет, нет, вы очень правильно сказали. Вот действительно, всегда вот подобные тянутся к подобным однозначно в хорошем смысле. И, может быть, даже и хорошо, что компания молода и начинает именно такой старт, да, и когда люди просто-напросто, даже по интересам, и, понимаете, вип-персоны есть такое понятие, да, и вот пусть это будет вип-клуб, а не то, что кто захотел, кто-то попер. Нет. Ну да, вот я просто еще хочу добавить, что вот неделя говорят, вот что вот все-таки вот с верхушки начинается. То есть вот какие у нас основатели клуба, да, и вот они, как они себя спозиционируют, как они передали вот это вот то, что у них внутри, они передали это вот ниже, нижние передают нижние, то есть идет, если дубликация, то она идет правильная, вот такая командная, нормальная, такая вот как бы изнутри, то есть они горят, мы горим, вы будете гореть и за вами будут гореть, понимаете, и тогда результат будет, вот и все. Ой, и еще такой вопрос забыла спросить, можно прям два слова? Скажите, если человек что-то делает не так, отходит от системы, ему можно дать по башке и сказать, ты в конце концов либо выходишь, либо идешь так, как положено, или нет? Именно так и надо, метод стула. А еще хотите, я просто последнюю фразу скажу, знаете, давайте все заболеем нашим вирусом и будем всех заражать, вот так, не корону, не корону, не корону. Да, согласна. И пойдем всем заражать по всему миру. Да, 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 и будет команда зараженных, заряженных. Ну это все от нас же зависит, смотрите, у ребят все инструменты есть, я тебе еще раз, Наташа, и всем новичкам, кто здесь есть, даже не думайте, если у вас вопрос вот реально стоит, где брать людей, он у вас через неделю... Вот только этот, клянусь честно, вот только этот. И мне тоже самое. Вот, у вас через неделю просто это, это отпадет само собой, просто через неделю. Вот, ну, я всегда удлиняю сроки, потому что я такой человек, и если я обещаю и что-то, то я стараюсь, конечно, выполнить срок, поэтому я всегда даю больше. Возможно, у вас это произойдет раньше, но я вот говорю, вот в течение недели, неделю, да, вам, что вы потом еще сами скажете, ё-моё, что мне с ними делать, у меня времени нет. Ребят, а давайте... Марин, так приятно это слушать. Хочу так тебе позвонить и сказать, хочу позвонить тебе и сказать, что же мне с этим делать, господи. Ребят, давайте я вам еще что-то скажу. Потому что я сейчас это просто сама все испытываю, вот, я на своем примере. Марин, подожди, неделю назад, там же идет таймер, да, сколько человек подключается, как бы, к сети, да, сколько человек подключается в команду за сутки, за 24 часа. Неделю назад это было, там, тысячу человек, потом две, потом три, потом четыре. Ребят, сегодня за 6 тысяч 400 с лишним человек за 24 последних часа подключилось. Вам о чем-то это говорит? Говорит. Люди просто умеют. Говорит. Ну, так вот. Так вот. Мы хотим. Хорошо, тогда что у нас там со временем? Все, заканчивается? Да, пока еще есть. Если есть вопросы, или там, темы обсудить. Давайте, если есть вопросы, давайте, задавайте. У нас вообще проходят еще и командные зумы такие, когда лидеры нас немножко ругают, где мы ошибаемся, но это доброе ругательство, потому что направлять нужно правильно. А то с пути, если сдвинешься влево, и потом... Меня-то вообще надо держать в ежовых рукавицах. Меня как насчет нести, так нести. Будем держать, Наташа, не переживай. Самое главное, никого не уговаривать. Нет следователей. Ой, это я уже научилась. Я даже не разговариваю. Приглашаем только тех людей, с которыми приятно будет общаться и работать. Вот, вот, вот. Это все. Сетевой меня вот как раз этому только и научил. Очень хорошо, что здесь все есть в обучающем канале. То есть не надо где-то бегать и сказать все. У тебя все есть. Чуть не сматерилась. Ой, ну, друзья, у меня же руки чешутся. До встречи в лидерском чате, что ли? Я не знаю уже теперь. Сказать, конечно, конечно. Вот здесь, честно, только дурак здесь не заработает. Вот просто. Нет, здесь прямо, здесь у нас даже прописано, как есть у нас не только преимущество проекта, но у нас есть еще преимущество входа в наш клуб. Да, вот, и там прописано даже, что... Как там прописано, Олег? Так иди к девочкам-то иди, к детишкам-то иди. Все сразу включили, да, микрофон? Да, да, да. Олег, как у нас там прописано? Вот, вот, в чем... Напомни, напомни. А когда ее ставить? Ребята, кто не участвует в дискуссии, просьба отключить микрофон. Как он, Дюни, слышно. Инфекция пошла по миру. Да, распространение пошло. Да, да. Хорошо, тогда будем заканчивать, наверное, уже. Ну да, друзья, давайте, если вопросов нет, то, как бы, давайте закончим, раз уже такой, на этой хорошей... Ребят, вы такие все классные. Спасибо большое, Олег, Максим. Пожалуйста, и вы классные все. Пожалуйста, да. Заряжайте нас. Пока-пока. Пока. Все, пока, спасибо огромное. Давайте, пока. До встречи. Спасибо, Максим, не болейте, выздоравливайте. Спасибо, спасибо, пока. Все, давайте, никто не болеет. Да, всего доброго. Спасибо, отсюда, Мин. Спасибо. Спасибо. Спасибо.